Более за 270 тысяч человек шанунного взрослого, проживая на Могилёшчине, это 26% от насильства в области, поведомили у Комитета по праце занятостей социальной обороны Абл-Ваканкама. Многие из пенсионеров ведут активный лад життя, наведывать гуртки у центра сад с обслугованием насильства. Вся род занятка у Йога, скандинавская хода, компьютерная письменность. Пенсионеры задают темп иншим и стверждают, на пенсии сумывать не приходится, коли ведающим себя занять. Новая жизнь. В 65 жизнь только начинается. С таким запалом могилёвские пенсионеры идуть на природу займаться скандинавской ходой. Вырос рух, гэта життё, яны лечусь головным, бо откуль узяться энергии без позитивного ставлення. И скандинавская хода тут добра да помогает. Во-первых, общение какое-то, и что-то для себя тоже, для здоровья что-то болезное извлекаешь. Ну даже интересно. Зачастую страшно, не хочется, и сам себя заставляешь. Иди, 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 иди. Не потому, что что-то там надо, а просто потому, чтобы выйти на улицу, чтобы идти. Як означают в областном комитете по праце, занятости и социальной обороне, по в области коля 800 человек наведывают центры соцобслугования насильництва. Самые активные пенсионеры у Могилёве и Бобруйску. Сама жизнь – это есть движение. И это движение, прежде всего, внутреннее движение. Поэтому внутреннее движение – это и есть движение духа в человеке. Что это такое, по-простому говоря? Увлечение, интересы, стремление человека. Без этого и нет энергетики в человеке, соответственно, нет смысла депрессии и так далее. И так далее. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова